Вряд ли Планк с Эйнштейном могли предположить, что своими работами закладывают основы новой науки — квантовой механики, которой будет суждено до неузнаваемости преобразить наш мир, и что благодаря тем открытиям уже в 21 веке другие ученые вплотную приблизятся к созданию квантового компьютера. В области обработки информации все явственнее нарастает конкуренция между квантовыми и классическими законами природы. Так что же такое этот квантовый компьютер и на что он способен? Давайте узнаем. Квантовые вычисления, используя парадоксы квантовой механики, позволяют решить сложные задачи. Чтобы больше узнать о таком парадоксе, как квантовая запутанность, рекомендуем посмотреть наш ролик на эту тему по ссылке в описании. Современные квантовые технологии могут поддерживать совершенно новые алгоритмы вычислений. Эксперименты с узлами квантовых компьютеров позволяют понять, как обрабатывается информация в природе. Один из лучших способов понять законы природы — это создать устройство, которое иллюстрировало бы этот закон. Для решения таких задач необходимы именно квантовые компьютеры. Однако, несмотря на впечатляющие успехи квантовой механики, в изучении фундаментальных законов природы полномасштабная практическая реализация ее в информационных технологиях тормозится сложностью организации и описания квантовых систем. Поэтому, поняв, как работают квантовые компьютеры, можно значительно расширить вычислительные возможности современных информационных технологий. В обычном компьютере все вычисления основаны на понятии бит — это такой элемент, который может принимать значение 0 или 1. Физически это реализовано так. В компьютере есть деталь под названием транзистор. Представьте, что это кран на трубе. Если его включить, вода польется, если выключить — остановится. В транзисторе вода — это электричество, и включение-выключение крана тоже зависит от электричества. Представьте, что краны соединены между собой так, что вода из одного крана включает или выключает другой кран, и так каскадом по цепочке. Транзисторы соединены таким хитрым образом, что когда они включаются и выключаются, на них можно производить математические вычисления. Из-за того, что транзисторов очень много, а работают они очень быстро, то транзисторные компьютеры могут очень быстро совершать математические вычисления. Транзистор в компьютере может принимать значение 1 или 0, то есть включен или выключен. С точки зрения компьютерной логики, этот транзистор называется битом. Это минимальная единица информации в компьютере. Физический бит может быть в процессоре, на чипе памяти, на магнитном диске, но суть одна — это какое-то физическое пространство, которое определенно либо включено, либо выключено. Ключевое слово здесь определенно. Программист-инженер может точно узнать, в каком состоянии находится тот или иной бит. Заряд в нем либо есть, либо нет. Никаких промежуточных состояний там не существует. В квантовом компьютере вместо битов — кубиты. Кубиты — это квантовые частицы, у которых есть интересная особенность. Кроме стандартных 0 и 1 кубит, может находиться между нулем и единицей. Это называется суперпозицией. Квантовый компьютер состоит из трех основных частей — области для хранения кубитов, методов передачи сигналов кубитами и классического компьютера для запуска программы и передачи инструкций. И вот мы дошли до кубита квантового бита, то есть к маленькой и неделимой единицы квантовой информации. В то же время мы также подходим к первой точке, которая рассказывает нам о сходстве и различии в том, как классические компьютеры с помощью битов и квантовые компьютеры с помощью кубитов выполняют вычисления. Одна из особенностей кубитов — зависимость значения от измерения. Это значит, что программист не узнает значение кубита до тех пор, пока его не измерят, а сам факт измерения тоже влияет на значение кубита. Звучит странно, но это особенность квантовых частиц. Именно благодаря тому, что кубит находится во всех состояниях одновременно до тех пор, пока его не измерили, компьютер мгновенно перебирает все возможные варианты решения, потому что кубиты связаны между собой. Получается, что решение становится известно сразу, как только введены все данные. Суперпозиция и дает ту параллельность в вычислениях, которая ускоряет работу алгоритмов в разы. Вся сложность в том, что результат работы квантового компьютера — это правильный ответ с какой-то долей вероятности, и нужно строить алгоритмы таким образом, чтобы максимально приблизить вероятность правильного ответа к единице. На этом этапе пришла пора несколько систематизировать основные параметры квантового компьютера. Их несколько. Количество кубитов. Время удержания когерентности. Время декогеренции. Уровень ошибок. Архитектура процессора. Итак, количество кубитов. Тут все очевидно. Чем больше, тем лучше. На деле же за кубиты нужно платить. И в идеале нужно покупать ровно столько кубитов, сколько требуется для выполнения задачи. Текущий максимум — это 50 кубитов. И на самом деле 50 кубитов — это предел. Предел симуляции квантового компьютера. В теории мы можем симулировать любое число кубитов на классических вычислениях. На практике добавление одного кубита в симуляцию требует удвоения классических вычислителей. А это весьма затратно. Время удержания когерентности — время декогеренции. Максимально упрощенно, чтобы получить рабочий кубит, нужно взять один атом, максимально его зафиксировать, оградить от посторонних излучений и связать с другим атомом специальной квантовой связью. Чем больше таких кубитов связано между собой, тем менее стабильно они работают. Для достижения квантового превосходства над обычным компьютером нужно не менее 49 кубитов. А это очень неустойчивая система. Основная сложность — декогеренция. Это когда много кубитов зависят друг от друга и на них может повлиять все что угодно. Космические лучи, радиация, колебания температуры и все остальные явления окружающего мира. Такой фазовый шум — катастрофа для квантового компьютера, потому что он уничтожает суперпозицию и заставляет кубиты принимать ограниченные значения. Квантовый компьютер превращается в обычный и очень медленный. С декогеренцией можно бороться разными способами. Например, компания D-Wave, которая производит квантовые компьютеры, охлаждает атомы почти до абсолютного нуля, чтобы отсечь все внешние процессы. Поэтому они такие большие. Почти все место занимает защита для квантового процессора. Что касается когерентности, то дело здесь в следующем. Можно сравнивать когерентность с регенерацией оперативной памяти. На планке RAM миллиарды ячеек. На каждой висит заряд — нулевой или единичный. У этого заряда есть очень интересное свойство. Он стекает. Изначально единичная ячейка становится ячейкой на 0,99, затем 0,98 и так далее. Соответственно, на нулевой накапливается 0,01, 0,02, 0,03 и так далее. Приходится этот заряд обновлять, регенерировать. Все, что меньше половины, сбрасывается до нуля. Все остальное добивается до единицы. Квантовые процессоры регенерировать не получится. Соответственно, на все вычисления есть один цикл — до первого потекшего кубита. Время до первого подтека и называется временем декогеренции. Когерентность же — это состояние, когда кубиты еще не потекли. Декогеренция связана с числом кубитов. Чем больше кубитов, тем сложнее удерживать когерентность. Приблизительно здесь возникает понятие логического кубита. Грубо говоря, если у вас есть процессор на 100 кубитов, но 40 из них направлены на фиксацию декогерентности, у вас остается 60 логических кубитов. Тех, на которых вы исполняете ваш алгоритм. Концепт логических кубитов сейчас скорее теоретический. Ошибки и их коррекция. Еще один бич квантовых процессоров — ошибки. Если вы инвертируете кубит, то с вероятностью в 2% операция закончится ошибкой. Если вы запутываете 2 кубита, вероятность ошибки достигает 8%. Вот и посчитайте вероятность выполнить все эти операции безошибочно при алгебраическом увеличении количества кубитов. Математики предоставляют решения, коррекция ошибок. Алгоритмы есть. Реализация одного запутывания двух логических кубитов требует 100 тысяч физических кубитов. Перспектива, мягко говоря, сомнительная. Архитектура процессора. Строго говоря, квантовых компьютеров нет. Есть только квантовые процессоры. Зачем нужна оперативка, когда время на работу ограничивается миллисекундами? На реальном процессоре такой свободы нет. Дело в том, что кубит может запутываться только с соседями. Больше, чем шести соседей на кубит пока нет. В принципе, есть оптимизирующие квантовые программы-компиляторы. Но они пока скорее теоретические. Пионер отрасли канадская D-Wave в 2020 году начала предлагать работу с квантовыми компьютерами Advantage для бизнеса. С ними можно взаимодействовать через облако. Система способна развивать большую задачу на части для решения классическим и квантовым способами. Однако такие компьютеры не являются универсальными, а используются для решения определенной задачи в качестве вычислителей. Квантовый компьютер Google смог за 3 минуты и 20 секунд выполнить расчет, на который самому мощному в мире суперкомпьютеру Summit IBM понадобилось бы примерно 10 тысяч лет. Также Google заявила, что потратит несколько миллиардов долларов на создание в 2029 году коммерческого квантового компьютера. Компания планирует предлагать свои услуги через облако. Google хочет создать машину на миллион кубитов, а ее текущие системы включают менее 100 кубитов. В январе 2019 года IBM объявила о выпуске Quantum System One, первой в мире модели квантового компьютера для бизнеса. Устройство помещено в гладкий стеклянный корпус объемом 9 кубических футов. В 2021 году IBM запустила первый Q-System One за пределами США и Германии. Это самый мощный коммерческий квантовый компьютер в Европе, который имеет процессор в 27 кубитов. Система будет использовать научно-исследовательский институт Fraun Goffera. А в Китае стартап Shenzhen QueenQ Technology в 2021 году представил квантовый компьютер стоимостью всего около 5 тысяч долларов. По размеру он почти такой же, как системный блок обычного ПК. Система разработана для школ и колледжей и умеет оперировать только двумя кубитами. Поставки первых SpinQ уже идут в Тайвань, Гонконг и Осло. Разработчики надеются, что системы позволят ученикам понять базовые принципы работы квантовых вычислителей. Инвесторы верят в будущее квантовых систем. Летом 2021 года калифорнийский стартап PsiQuantum смог привлечь 450 миллионов долларов на создание квантового компьютера с миллионом кубитов, даже не имея рабочего прототипа. Эта сумма больше, чем все инвестиции в область квантовых вычислений в 2019 году в США. Ученые из Российского квантового центра и физического института имени Лебедева РАН представили прототип квантового компьютера на ионах. Исследователям удалось разработать систему из четырех кубитов, не наращивая число ионов, а применив оригинальную технологию масштабирования квантовых процессов с использованием многоуровневых носителей информации — кудитов. Расширенные версии кубитов, кудиты, способны одновременно находиться в трех состояниях — кутриты или в четырех состояниях — кукварты. Однако почему так трудно создавать квантовые компьютеры с большим числом кубитов? А дело в том, что с точки зрения физики кубит представляет собой объект, живущий по законам квантовой механики. Это может быть, например, отдельный атом, ион или микроскопическое кольцо из сверхпроводника. Такие объекты необычно хрупки и уязвимы. Малейшее внешнее воздействие разрушает квантовое состояние, в котором находится кубит. Поэтому кубиты требуют изоляции от внешнего мира, вакуума и охлаждения почти до абсолютного нуля. И все равно в их работе то и дело возникают ошибки. Собрать тысячи и тем более миллионы таких капризных элементов в управляемую и отказоустойчивую систему — та еще задача. Некоторые физики, правда, они в меньшинстве, полагают даже, что она никогда не будет решена. Но пока глаза скептиков боятся, руки и головы энтузиастов делают. Вот и специалисты Кьюэра. Отвергли обычные реализации кубитов — ионы и сверхпроводящие контуры — и опробовали новую — электрические нейтральные атомы. Всего в нескольких миллиметров от стена камеры, имеющих комнатную температуру, сотни атомов зафиксированы в вакууме и охлаждены до температуры лишь на миллионную долю градуса, превосходящей абсолютный ноль — около минус 273 градусов Цельсия. Эти атомы буквально подрешены в перекрестке лазерных лучей. Лазеры не только удерживают атомы-кубиты от контакта с внешним миром, но и управляют их работой. Когда электрон в атоме поглощает фотон, он приобретает дополнительную энергию и переходит на следующую орбиту — дальше от ядра. В результате атом, так сказать, раздувается, но только в том случае, если ему не мешает другой раздувшийся атом, находящийся впритык к первому. Так кубиты взаимодействуют между собой. Впрочем, поток многообещающих новостей не должен затмевать простого факта — квантовые компьютеры пока не сделали ничего практически полезного. Может быть, они войдут в нашу жизнь через считанные годы или хотя бы десятилетия. Как бы то ни было, но квантовые суперкомпьютеры обещают произвести революцию в разработке лекарств, кибербезопасности и финансовом моделировании. Они также оптимизируют прогнозирование погоды и многие другие области, с которыми не справляются классические компьютеры. Компания Toyota привлекла японский стартап QNASYS для поисков новых материалов для аккумуляторов автомобилей. Автопроизводитель полагается на 27-кубитовый квантовый компьютер Q-System One. В октябре 2021 года Toyota объявила, что построит в Северной Америке первый завод, который будет выпускать аккумуляторы для гибридных газоэлектрических и полностью электрических транспортных средств. Производство аккумуляторов начнется в 2025 году. К 2030 году компания планирует ежегодно продавать по 2 миллиона электромобилей с нулевым выбросом вредных веществ. Применимость квантовых компьютеров для проектирования топологии также является весьма перспективным направлением. Большинство алгоритмов для размещения или трассировки являются интерактивными, либо же сводятся к итеративной реализации. На практике вводится сокращение количества итераций, а также некие предсказания для того, чтобы с большей вероятностью следующая итерация оказалась последней. Фактически единственным способом найти гарантированно самый лучший вариант расположения элементов и дорожек остается полный перебор всех вариантов. Для обыкновенной ЭВМ такая задача при даже небольших размерах схемы может потребовать значительных временных затрат. Но если вспомнить, в чем преимущество квантовых вычислительных машин становится очевидно, что за применением характерных для них особенностей находится будущее для такого плана задач. Однако настоящий интерес к ней возник еще в 1990-е годы, когда выяснилось, что квантовый компьютер мог бы взламывать самые надежные шифры. Речь идет о RCA-шифровании, которое широко используется для обмена финансовыми и другими конфиденциальными данными. Этот алгоритм основан на том факте, что два больших числа легко перемножить, но крайне трудно разложить произведение обратно на множители. Агентство национальной безопасности США исследует потенциальные проблемы безопасности, которые возникнут в связи с предполагаемым созданием криптографически релевантного квантового компьютера CRQC. CRQC — это квантовый суперкомпьютер будущего, достаточно мощный, чтобы взламывать современные схемы шифрования, разработанные для классических вычислений. Предполагается, что он сможет расшифровать алгоритмы асимметричного шифрования, которые практически невозможно взломать с помощью существующих или даже будущих суперкомпьютеров. Экспертов по безопасности беспокоит возможность того, что квантовые системы могут попасть в руки злоумышленников. По данным АНБ, внедрение новой криптографии во все системы национальной безопасности может занять 20 или более лет. Однако до момента, когда банкам потребуется защита от квантовых взломщиков, еще далеко. Квантовый компьютер, который смог бы соперничать в производительности с обычным ноутбуком, должен иметь по разным оценкам от тысячи до миллиона кубитов. Итак, квантовые компьютеры пока все еще остаются экспериментальными. Маловероятно, что полноценный квантовый компьютер, обеспечивающий действительно высокую вычислительную мощность, появится раньше следующего десятилетия. Производство кубитов и построение из них стабильных систем все еще далеко от совершенства. Судя по всему, что на физическом уровне квантовые компьютеры еще имеют несколько решений, которые отличаются технологиями и, вероятно, стоимостью. Они не будут унифицированы еще лет 10. Процесс стандартизации может растянуться надолго. Кроме того, уже сейчас понятно, что квантовые компьютеры и в течение следующего десятилетия, скорее всего, будут штучными и очень дорогими устройствами. Вряд ли они окажутся в кармане у простого пользователя, но в списке суперкомпьютеров можно ожидать их появления. Для развития квантовых компьютеров нам нужны не только эффективные методы увеличения их мощности, но и элементы защиты от воздействия окружения. За статус лучшего решения сейчас борются различные платформы квантовых компьютеров. И эта гонка сейчас в самом разгаре.